МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Онлайн-премьера спектакля «Объект особого назначения номер один» прошла в Наринмаре. О первых отзывах и большой проделанной работе поговорим сегодня в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях председатель ТОСа «Старый аэропорт» Виктория Боброва и главный научный сотрудник Нейнского кровеческого музея Марина Михайловна Колавангина. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас в студии. Виктория Алексеевна, вам вопрос. Как пришла идея создать спектакль? Вы знаете, ТОС «Старый аэропорт» – это территориально-общественное самоуправление, объединившее жителей, было создано в 2011 году. И однажды на одном из мероприятий я увидела, как работник администрации города объясняет кому-то из жителей, почему такое название у ТОСа «Старый аэропорт». Тогда я поняла, что если мы, люди более старшего поколения, знаем историю нашего места, где находится микрорайон, то более молодые жители или приезжие, они не понимают, почему микрорайон называется «Старый аэропорт». И меня в дальнейшем натолкнуло это на мысль о том, что люди не знают о существовании аэродрома, не знают о том, что в годы войны был построен военный аэродром на этом месте. И появилась мысль и идея рассказать всем жителям города и округа, особенно молодому поколению, о том, что у нас была героическая трудовая страница в годы войны. И именно на месте нашего аэродрома, нашего микрорайона, был построен аэродром. Я так понимаю, вы потом обратились в музей, к Марине Михайловне, которая стала как раз и основой этой пьесы. Это вообще удивительная история, потому что совершенно неожиданно мне позвонила Марина Михайловна, спросила, не хотим ли мы увековечить память строителей аэродрома каким-то памятником, монументом. Я говорю, да, и более того, мы хотели бы поставить спектакль. И Марина Михайловна с легкостью говорит, я напишу пьесу, еду в отпуск в санаторий и напишу. И буквально через месяц она мне позвонила и сказала, что пьеса готова. Я была поражена, потому что я не ожидала, что это все примет такие обороты стремительные, и так все будет развиваться. Но очень обрадовалась, пришла в музей, и Марина Михайловна мне уже прочитала свою пьесу. И какое впечатление пьесы у вас оставило? Она меня потрясла, и я сразу поняла, что из этого может получиться что-то очень интересное. И, конечно, у меня был первый вопрос, а что же дальше делать? Но Марина Михайловна более искушенный человек в вопросах творчества. Она мне сразу сказала, ищите режиссера. Марина Михайловна, вы стали автором этой документальной пьесы, впоследствии которой как раз к сценарий, к нему написали Светлана Игнатьевна Горностай и Елена Вергунова. Но вы когда писали, какие факты хотели там оставить, запечатлеть? Дело в том, что в 2010 году вышла вот такая книга «Военные будни тружеников Ненецкого округа». И как раз Виктория Алексеевна, почитав материал, представленный здесь, сама получила более широкую информацию о строительстве аэродрома в городе Наринмаре. И вот эта база данных, которая здесь заложена на основе архивных документов, в первую очередь, она, по моему мнению, должна быть представлена широкой публике. Поэтому на протяжении почти десятилетия вызревала мысль, как донести до широкого читателя эту информацию. Весной 2020 года администрация города Наринмара обратилась ко мне за справкой по поводу строительства этого военного объекта с тем, чтобы подготовить документы на присвоение городу Наринмару звания города трудовой славы. Это позволило еще более вдумчиво отнестись к сбору документов, их шлифовке. И когда Виктория Алексеевна вот эту идею высказала о спектакле, я моментально ухватилась, то есть совпало сразу несколько факторов. И мое желание, и готовая база данных, которая состояла из конкретных дат, событий, имен восстановленных. Поэтому получилось действительно достаточно оперативно отреагировать на предложение. Расскажите нам о каких-то интересных фактах, которые вас саму лично поразило. Я понимаю, что вы искушенный, правильно, Виктория Алексеевна сказала, человек, вы же много и до этого провели работы. Но о том, что строился сухопутный аэродром в городе Наринмаре, слыхали многие. А конкретная информация о том, что строили, в какой период, почему строительство велось, казалось, так долго, с 1941 года по 1944 год, это непонятно. Не знали фамилии организаторов этого строительства. И вот когда все это восстанавливало, я с удивлением, например, узнала, что в сентябре 1941 года, поскольку командование Беломорской военной флотилии требовало очень срочно завершить строительство первого этапа, понадобилось перекинуть железнодорожные рельсы из Печорского морского порта к месту строительства, отправить туда вагонетки, которые позволяли перевозить вот срубленный лес. Согласитесь, что это совершенно необычно. И операцию такую за два дня проделали портовики. Очевидно, здесь были мобилизованы мужчины, и тогда еще они работали, в порту не ушли на фронт. Затем, любопытно, что, судя по документам, инициативу о строительстве аэродрома руководители нашего округа обозначили уже 23 июня, то есть на второй день войны. И сразу было отмечено, что строительство, поскольку средств не выделено на эту стройку, будет вестись хозяйственным способом. Ну и, конечно, многих поражает такой пример. Например, в городе Наринмаре проживало чуть более 8 тысяч человек в годы войны, а в строительстве аэродрома участвовало 5 900 человек, в том числе школьники, начиная с 4 класса. И вот весь этот материал надо было охватить и представить в пьесе. Она действительно получилась документальная, потому что у нас герои, действующие на сцене, имеют своих прототипов. Мы взяли фразы из текстов Телеграм, из конкретных документов. И поэтому я могу даже зачитать мой вариант действующих лиц, который остался. Кузин Серафим Петрович, это первый секретарь окружкома партии. Зимин Александр Иванович, это руководитель от НКВД. Звягин Петр Михайлович, второй секретарь Наринмарского горкома партии, на плечи которого взвален был весь спектр организационных вопросов. То есть вот если посмотреть, то мы увидим на сцене тех, кто реально был. Но об этом хотелось бы поговорить более подробно. Вдруг у вас будут вопросы еще. А письма с фронта, которые читают герои, они тоже оригинальные? Это настоящие письма, Бринхауна? Да, у нас там вообще очень много оригинального. Ниньский краеведческий музей предоставил около 20 фотографий. Участников войны, а также участников строительства сухопутного аэродрома. И даже письма, вы там в сценарии, наверное, да, знаете, в стихах, большое письмо. Оно было написано, правда, в 1944 году, а мы-то ставили о событиях 41-го года только свой спектакль. Это письмо было адресовано Пономаревой Валентине Александровне от супруга. А она проживала на улице Смедовича, дом 15, квартира 3. Это реальное письмо в стихах, присланное с фронта. И, конечно, оно у нас прозвучало очень красиво. Да. А девочка-почтальон тоже была такая девушка или это уже вымышленный герой? Вот это и вообще не я. Это уже да. В документальной повести здесь, в документальной пьесе, не было. Это находка была... Художественная, да, герой? Нет, просто находка Светланы Игнатьевны. Да. Таких находок много, они все интересны. Почему ты мне не пишешь? Я жду от тебя письма каждую минуту. Я не получила от тебя ни одного письма. Я каждый день получаю письма от других. Ты ушел на фронт, и я жду тебя. Что с тобой случилось? Виктория Алексеевна, была готова основа, да, большая работа была проделана Марией Михайловной. Как дальше велась работа? Вы знаете, вот есть такое выражение, новичкам Бог помогает, понимаете? Я когда бралась за спектакль, у меня даже не было представления о том, насколько это будет все сложно. И когда я пришла к руководству этнокультурного центра с предложением поставить такой спектакль, они, я думаю, были в шоке. Потому что сам по себе грандиозный замысел, очень большое количество людей нужно задействовать. Массовка, потому что это документальная повесть. Плюс наше предложение было от нашего территориально-общественного самоуправления участие непрофессиональных актеров, которые не занимались в театральной студии. Именно жители поселка и их дети, которые хотели бы рассказать всем другим жителям Наринмара, округа и для себя узнать, и своим детям рассказать посредством участия спектакля о этих героических событиях. И, конечно, я очень благодарна руководству этнокультурного центра и Елене Ивановне Воргуновой, и Сергею Константиновичу Никулину, и, в первую очередь, Светлане Игнатьевне Горностая за то, что они все-таки взялись за нашу постановку и слились наши жители непрофессиональные актеры и театральная студия этнокультурного центра, и коллективы танцевальные, и певческие. И вот получился в итоге такой замечательный спектакль. А я бы дополнила, простите, вот прежде чем Виктория Алексеевна пришла в этнокультурный центр, первым экспертом вот этой пьесы оказался Сергей Константинович Никулин. Он посмотрел достаточно, мне показалось скептически, что ну ладно, я посмотрю у вас. И мне было очень приятно получить его отзыв. СМС-ки, что а ведь понравилось. И он как раз и порекомендовал Елене Ивановне рассмотреть на художественном совете возможность вот... А у вас даже как в советском времени был, да? А это всегда, везде, во все времена, ведь есть этапы. Знаете, я такая наивная, я думала, что вот мы, жители, выступим с такой инициативой, все очень обрадуются, скажут, какие активные жители, хотят поставить спектакль, дадут нам большую сцену. В прозе в жизни оказалось все не так. Сцена вся расписана по дням и по часам. Спектакль нас вообще, слава богу, что взялись, и дали нам режиссеры, и примкнули к нам актеры профессиональные, которые занимаются уже в студиях. Поставили на 27 марта. Ну пусть так, 27 марта. Не 9 мая, как мы там и хотели, нам не считалось. Но это ведь хорошо. Мы этот спектакль посвящали двум датам. Да. Одна 75-летию победы в войне над фашизмом, а вторая дата юбилейная для города. Поэтому нас устроило. 85 лет города Наринмара, да, в память о городе, о строителях. Вы знаете, мы, конечно, знали, как справедливо сказала Марина Михайловна, все что-то слышали, но в деталях, какие объемы были работ выполнены, в какие кратчайшие сроки это все было сделано, этого мы не знали. Я очень благодарна тому, что нам удалось прикоснуться к этой странице истории города и рассказать жителям, и самим узнать о том, что это было на самом деле, что это была за великая стройка. Строили все, от мала до велика. Мы, мужики-дожонки, покажем наш северный характер. Покажем! Весь город Наринмар. У кого не спросишь, а у меня бабушка строила, а у меня отец строил. В нашем микроорайоне живут дети строителей аэродрома. Моя соседка, ее отец был трактористом на строительстве. Начинаешь говорить, мы ставим или мы хотим, и мы уже начали ставить. Да-да, моя бабушка строила, мой дедушка был там, мой папа там был. Вот моя свекровь Голдина Муза Григорьевна, она мне тоже рассказывала, как она была студенткой педколледжа. И вот эти голодные годы военные, они ходили в худой одежде, в тонких пальтишках, но они строили для Родины этот объект. Были определены условия работы, предприятия делили работников на группы, кто-то работал с утра, с 8 часов до обеда, затем после обеда шли на основное производство, а кто-то во вторую смену трудился. Но благо у нас полярное лето, и полярный день поэтому был, световой день достаточно долгим оказался, и работали как минимум в две смены. И здесь следует еще отметить, что в июле, в начале августа, работы шли строго под грифом «секретно». И приглашались на эти работы исключительно... Поэтому ни одной фотографии, да, не сохранилась. Да, сейчас я об этом скажу. Исключительно те, кто входили в народное ополчение и истребительный батальон города Нарьенмара. И вот у нас как раз по сценарию идет, да, и прозвучали слова Романа Ковальчука, который играл роль Зимина Александра Ивановича о том, что, но объект ведь секретный, а вы хотите всех собрать. То есть секретность-то будет нарушена. Конечно. И это действительно вынужденная мера. С конца июля месяца вот массово представители 42 предприятий и учреждений города Нарьенмара принимали участие в этом строительстве. Были и мамочки, особо работали 4 часа те, у кого дети до 8-летнего возраста, а те, у кого старше 8 лет, работали полный рабочий день. Виктория Алексеевна, вы наверняка, когда посмотрели вместе со своими артистами из ТОСа, да, старый аэропорт, спектакль уже готовый, да, со стороны, вот они какие чувства испытали вы? Ну, знаете, тут следует сказать, что печальная получилась до некоторой степени история, связанная с пандемией коронавируса. Мы, конечно, уже были готовы выступить. За неделю до премьеры вдруг объявляется постановление губернатора о режиме повышенной готовности, и уже понятно становится, что спектакль не состоится вживую. Все очень расстроились. До последнего надеялись, что все-таки премьера будет. На лето прервались, и осенью все с таким энтузиазмом воспринялись, что возобновляются репетиции, все тянулись в процесс. Правда, два человека, мужчины, не смогли принять участие. Пришлось срочно искать замену. И надеялись, что премьера будет в ноябре. И вдруг получается, что снова вспышка, не будет премьеры встречи со зрителем, а очень хотелось ауру зала почувствовать, донести до жителей. И жители-то самые интересные в микрорайоне хотели прийти на спектакль, все спрашивали, когда премьера. И пришлось малой кровью уже обойтись, сделать видеоспектакль. У нас, конечно, никогда не было опыта вообще выступления на сцене, тем более съемок в видеоспектаклях. Но когда это все состоялось, мне звонили наши участники, просто плакали. Люди не ожидали, что так получится все красиво. И пересматривали спектакль по несколько раз. Я сама несколько раз пересматривала. Ведь когда ты участвуешь в процессе репетиции, ты не видишь всего замысла режиссера. А когда Светлана Игнатьевна выстроила такой замечательный спектакль, и мы все это сами увидели, плакали. Люди мне звонили, плакали, благодарили за участие в проекте, и за сохранение памяти их родных, родителей, мамы, папы, бабушки, дедушки. Все очень прониклись. Барина Михайловна, а вам что понравилось, и что, может быть, не хватило вашего замысла в спектакле? Вот я воспитана на классическом театре. И мне представлялось, что если идет обсуждение высокими людьми, руководителями округа, то это должен быть кабинет. Светлана Игнатьевна нам предложила совершенно неожиданный ход. И средством минимализма, и с использованием современных цифровых технологий, сделала то, о чем я так, например, не помышляла. Для меня это было абсолютное открытие и неожиданность. Вот поэтому в сопровождении видеоряда, который шел на экране, мне хватило эмоций. Один момент, наверное, может показаться недостаточным. Он должен был быть в реальном спектакле. У нас по замыслу было, Виктория Алексеевна подтвердит, привлечь как можно больше женщин, которые, представьте себе, выходят из зала тремя рядами или там двумя рядами, с лопатами, с каким-то еще другим инвентарем, выходят на сцену. И вот вы видели в спектакле у нас, условно говоря, такой трудно называемый, может быть, танец с лопатами, да? Первое это у нас название было. Его ведь танцует только несколько ребят. А мы-то предполагали, что это будет более массовое действие на сцене, чтобы показать такой тяжелый труд. И вот фактически без техники трактора быстро ломались. С лопатой в руках надо было большие объемы земли перекопать и так далее. И вот этот, конечно, да, мы-то полагали, что будет очень сильный момент. Он ушел в сторону. Ну, я здесь не соглашусь, Марина Михайловна, здесь разное видение. Я считаю, что это современные находки, современных режиссеров нового мира современного, в который мы вступаем. И не обязательно показывать труд посредством непосредственного заколачивания гвоздя или копания земли. А можно представить его в виде танца, картины. Сейчас все чаще режиссеры современные используют такие методы. Да, это оригинально. Поэтому для нас тоже было неожиданно, но интересно, как режиссерская находка. Да, очень много было символов, и когда письмо спускается с неба. Мне понравилось, да. Девочка-почтальон, это тоже со старого аэропорта? Нет, нет, это Галина Безумова из театральной студии «Остров» этнокультурного центра. Проникновенно очень играет. Да, очень она понравилась. И мы так благодарны «Острову», потому что сейчас уже, оглядываясь назад, понимаем, что задумка была смелой. Но без этнокультурного центра, без режиссера, без артистов не получилось бы она. И вот именно «Сплав», наш совместный труд, он создал такой замечательный спектакль, который я бы хотела, чтобы многие жители Наринмара посмотрели. Но, к сожалению, видите, не получилось показать вживую, но мы бы хотели все-таки встретиться с зрителями. Но можно посмотреть спектакль в интернете. Где можно его найти? Его можно найти на странице этнокультурного центра. Если вы отлистаете вниз ленту, где-то, наверное, шестой пост, я посмотрела, что 1560 человек уже посмотрели этот спектакль, оставили восторженные проникновенные отзывы. Также, кто не находится в социальной сети ВКонтакте, а странице этнокультурного центра именно ВКонтакте, можно посмотреть на Ютубе. Он также выложил. Просто задаете название, объект особого назначения, номер один, и вы попадаете на страницу этого спектакля. Молодцы. И ваши актеры, их тоже стоит похвалить, потому что наряду с такими, можно сказать, профессиональными актерами из студии «Остров», они ведь тоже не хуже смотрелись. Молодцы, гармонично. И мне было интересно даже увидеть новые лица, потому что старые актеры мы уже знакомы, и когда видишь новое лицо, это достаточно сильное на тебя впечатление производит. Интересная задумка. Хорошо. Получился отличный проект, да? А есть ли еще у вас в планах создание какого-то такого проекта, который будет рассказывать как раз об истории старого аэропорта? Ну, вот такая театральная жизнь нас затягивает. Конечно, наши артисты, кто приняли участие в спектакле, они не хотят останавливаться. И сейчас проходят репетиции новогоднего представления для детей с участием артистов, которые приняли участие в первом спектакле. Но у меня, конечно, есть другая мысль. Есть мысль, мне бы хотелось создать спектакль, о Сущинском, Виталий, улице Сущинского у нас есть на Ринмаре, в микрорайоне, рядом с нами, находящемся в Новом. И очень трагическая судьба у этого летчика, который осваивал трассы Ниньского округа и был расстрелян, в последующем реабилитирован. Но вот я пытаюсь как-то склонить режиссеров к постановке этого спектакля. Пока понимания не нашли, но очень мечталось бы. Марина Михайловна, вот объект особого назначения – это вот такая одна страничка, да, из истории нашего Ниньского округа. Как вы думаете, какие, может быть, факты, интересные события могли бы также художественным образом перенести на сцену? Вы знаете, очень хороший вопрос, потому что нам есть что рассказать. Ведь не только наши земляки на фронте сражались, но они сражались за победу и в тылу. И уже очень хорошая база данных из фактов, которая позволит рассказать о подвиге рыбаков нашего округа. Это раз. У меня готова, например, еще рукопись, которая имеет название «Югорский узел Северного морского пути». Она рассказывает о подразделениях Беломорской военной флотилии, которые, начиная с 1941 по 1945 год, обеспечивали охрану этого важного промежутка передвижения наших конвоев. И там очень много любопытных фактов. Поэтому есть что показывать и на сцене. Да, Марина Михайловна, давайте еще раз помним о детях, которые тоже участвовали в строительстве аэродрома. Вы сказали, что это были ученики, начиная с 4 класса. Сколько было детей задействовано? Может быть, какие-то интересные факты о них нам расскажете? Вот знаете, я еще чуть в другую сторону хочу отклониться. Мне представляется, что у Сланы Игнатьевны была замечательная идея соединить все странички нашего спектакля, все сцены семьей. И начинается спектакль с семьи. Я этого не понимала, у меня этого нет совершенно. А у нас мальчик, которого зовут Трофим, замечательно представляет своих соседей, свою семью. И вот на протяжении всего спектакля, вот к этой семейной истории он нас возвращает. Затем у нас особо показаны пионеры. И устами руководителя, Сергея Коскова, мы не поблагодарили учителя физвоспитания школы номер один, говорится о том, что было реально на самом деле. Детям объясняли, что надо сшить мешочки, что надо собрать по 300 грамм семян. Это норматив был такой. И в продолжение у нас Василий Ростиславович Карипанов ссылается на статью в газете Нарьяна Виндер от 17 сентября 1941 года, где директор первой школы Елисеева прям перечисляет поименно школьников и количество собранных не просто грамм, килограммы этих семян, которые необходимы были для утрамбовки вот на аэродроме. Поэтому реально дети внесли свой вклад в строительство аэродрома. И нам это удалось. То есть показали и руководителей, и основную массу жителей города и детей. Здесь надо сказать, что жители строили аэродром без финансового обеспечения. Представьте, если завтра нам скажут, что надо построить аэродром, но денег на это нет. То есть своим трудом после работы люди шли, женщины в основном, дети, подростки, и строили этот военный объект, они его построили. И уже в 1941 году самолеты военные из Нарьмарского аэродрома стали летать на охрану военных конвоев, на сопровождение судов, на поиск подводных лодок на разведку. И мне бы хотелось сказать большое спасибо членам ТОСа. Они прям семьи принимали участие в постановке. Это Янютины, Воробьевы, Сафоновы, Благодатские, Ванюшкина Зоя. Огромное всем спасибо. Если кого-то забыло, вы меня простите. Я считаю, что это такой пример показа жителями нашего города рассказа своей территории, истории своей территории, истории своего города. Они сами узнают, а другим рассказывают. Очень положительный пример. Я все хвалю наших жителей. Спасибо вам огромное всем. Это правильно. Виктория Алексеевна, Мария Михайловна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Было очень приятно с вами пообщаться и много нового узнала о нашем любимом Ненисском округе. Приходите еще в гости. Ждем новой премьеры. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо. Напомню, это была программа Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был научный сотрудник Ненисского краеведческого музея Марина Михайловна Колавангина и председатель ТОСа «Старый аэропорт» Виктория Алексеевна Боброва. Будьте здоровы. До новых встреч. Летит, товарищи. Летит. Я знаю, это спасательный самолет СБ. Я знаю. Товарищи, наш аэродром начал принимать самолеты. Ура! Ура! Мама! Ура! 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 Редактор субтитров А.Семкин